С вами Дерек и Хиллари Уокер, пасторы Библейской Церкви Оксфорда. Мы говорим о молитве «Отче наш». Мы говорим о том, что является каналом, который несет Божью жизнь и волю на землю. Давайте посмотрим на Луки 11, 2. Иисус говорит, когда молитесь, говорите «Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Мы говорили о том, что важно произносить эти слова вслух. Мой канал – эта фраза «Да придет Царство Твое» означает «как на небе, так и на земле». Мы становимся каналом. Через нашу молитву Дух Святой приносит Царство Божие с небес на землю. Для этого мы должны занять свое положение во власти и сказать слово. Бог желает, чтобы мы провозгласили эти слова. Власть выражается через слова. А если мы ничего не говорим, то у Духа Святого нет оснований для работы. Дух Святой парил над водами во время творения. Но лишь когда Бог сказал слово, Дух Святой смог выполнить его повеление. Да. А вот почему мы должны говорить «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Когда мы провозглашаем эти слова, мы высвобождаем силу Духа Святого. Это важно. Это молитва власти. Но на самом деле есть два способа для этой молитвы. Мы уже об этом говорили. Во-первых, мы приходим к Богу в смирение. У нас могут быть вопросы к Богу. Например, мы можем не знать воли Божией или знать. А в любом случае мы должны подчиниться Его воле. «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи». Это молитва посвящения. Я хочу, чтобы Твоя воля была в моей жизни. Возможно, мы не знаем Его волю. Тогда мы можем сказать «С Божьим, возможно, Твоя воля в этом или в том, да будет воля Твоя». И даже когда мы знаем волю Божью, мы должны подчиниться Ей. Мы должны сказать «Да будет мне по воле Твоей». Так говорила Мария. «Да будет воля Твоя». «Да придет Царство Твое в мою жизнь». Это молитва подчинения и смирения. Вот как мы можем использовать эти слова. Но сейчас мы говорим о том, чтобы использовать их с властью. Когда мы подчиняемся Божьей воле в молитве, говорим «Да будет воля Твоя», мы должны принести Его волю и Царство на землю. В нашей ситуации. Теперь мы молимся силой и властью «Да будет воля Твоя». «Да придет Царствие Твое в мою семью, на мою работу, в мою Церковь». В эти ситуации мы провозглашаем эти слова со властью. Это как повеление. Когда мы знаем Его волю, когда мы подчиняемся Его воле и Царству, мы высвобождаем Дух Божий, используя свою власть в молитве. Это то, на чем мы хотим сконцентрироваться сегодня. Да, так и есть. Мы будем говорить о нашей власти в молитве. Итак, мы хотим молиться по воле Божьей во всех сферах. Это может быть ходатайство, молитва за нашу семью, нашу работу, страну, мир. У нас есть власть, чтобы молиться в этих ситуациях, потому что мы связаны с этим. Возможно, у нас нет полной власти над этими ситуациями, но у нас есть право молиться и высвобождать Божье Царство в эти ситуации. Именно это мы и хотим делать. Я думаю, будет интересно посмотреть, что великие мужи Божьи говорили о молитве, о том, насколько важна молитва, насколько сильна молитва. Это должно нас ободрить. Мы не бросаем слова на ветер в молитве. Нет, мы приносим радость, мир, исцеление, потому что мы соглашаемся с волей нашего Господа. Мы хотим, чтобы она так же воплотилась на земле, как и на небе. Да, эти люди знают, о чем говорят. Ален Вартлетт говорит, «Семь дней без молитвы делают человека слабым». Это правда. Ричард Тренч говорит, молитва – это не когда воля человека исполняется на небе, а когда воля Божья исполняется на земле. Это не преодоление Божьего нежелания, а принятие Божьего хотения. Мы часто думаем, что это попытка выкрутить руки Богу. Я не знаю, откуда взялось такое представление. Словно мы пытаемся заставить Бога сделать что-то. Именно об этом мы и говорим. Божье Царство желает. На самом деле, Его Царство действует в полноте на небе. Мы же должны предоставить Богу возможность открыть канал, чтобы Его Царство на небе, радость, мир, исцеление пришло на землю. Это не просто потому, что тьма этого мира выступает против. У людей есть свободная воля, которая настроена против Бога. И поэтому мы видим, как тьма противится исполнению Божьей воли. А вот почему мы должны понимать, что Бог не бездействует. Бог работает через систему власти. Он уважает свободную волю. И поэтому мы используем свою свободную волю, молясь с властью. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». Таким образом, мы позволяем Богу действовать в ситуации. Это не бездействие. Бог любит давать. Он не прячет что-то от нас. Ди Эл Муди сказал, «Каждое великое движение Божие можно отследить к человеку, стоящему на коленях». А Джон Уэсли сказал, «Бог не делает ничего без молитвы, и все делает через нее». Молитва необходима. Это не дополнительный бонус. Бог нуждается в том, чтобы мы были тем каналом, через который Он будет работать. Да. Финис сказал, что если будет терять время молитвы, то будет терять эффективность в том, чтобы приводить людей ко Христу. И это правда. Гай Кинг сказал, «Никто не верит так сильно в силу молитвы, как дьявол, не потому что практикует ее, а потому что страдает от нее». Вот почему он прилагает максимум усилий, чтобы отвлечь, чтобы помешать вам молиться. Вы замечали, что когда вы хотите помолиться, начинает звонить телефон или кому-то, нужно что-то, и это отвлекает вас. Поэтому молитва крайне важна. Всегда возникают срочные дела, которые нужно сделать. Да. Но молитва должна быть на первом месте. По-моему, Уилберфорс рассказывал о том, что после тяжелого дня в парламенте он всегда уделял дополнительный час молитве, потому что молитва крайне важна. Так он выражался. Для него она была важной. Да. Когда мы начинаем день с молитвы, то все становится на свои места. Но если мы не проводим это время с Господом, поклоняясь Ему и молясь о Его воле на земле, то все постоянно вываливается у нас из рук. Фрэнсис Спеллмен сказал, молитесь так, словно все зависит от Бога, а работайте так, словно все зависит от человека. Вот в чем дело. Молитва не заменяет другие вещи. Если мы должны засвидетельствовать кому-то, молитва не заменит этого. Но молитва высвобождает помазание Божие, Его присутствие, Его благословение. И когда мы начинаем делать что-то, Бог работает с нами. Бог не отменяет все те остальные вещи, которые мы должны сделать. Не так ли? Бенджамин Франклин сказал, работайте так, словно вы проживаете сто лет, молитесь так, словно вы умрете завтра. Какие сильные слова. Молитва является фундаментом для всего. Вот почему мы разбираем молитву Отче наш, рассматривая различные молитвы в ней. Ты согласна с этим? У нас могут быть удивительные планы и дела в церкви, но если мы не будем молиться в первую очередь, то все будет бесполезно. Все. Это будет наше царство, а не Божие царство на земле. А вот почему мы должны помнить о том, что Иисус сказал нам молиться, да придет царство Твое. Если бы оно приходило без молитвы, то нам не нужно было бы молиться, но Божье царство приходит через молитву. Конечно, безусловно. Мы молимся за других. Мы говорим, да придет царство Твое, да будет воля Твоя. Да, в молитве Отче наш есть хвала, поклонение, благодарение, посвящение Богу. И все это нужно, когда мы начинаем молиться. На самом деле важно, чтобы мы делали это в первую очередь. Не спроста в молитве Отче наш есть порядок. Мы не готовы стать каналом, чтобы нести Божие царство в эти ситуации жизни людей, если мы не подключены к небесам. А вот почему мы начинаем с хвалы и поклонения, с подчинения воле Божией. Да будет воля Твоя, да придет царство Твое. Затем мы готовы подключиться к небесам и стать тем каналом, который высвободит Божие царство, Божью волю на земле. Именно тогда мы начинаем молиться со властью, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя в этих ситуациях. Как мы говорили ранее, царство Божие в Духе Святом. Это послание к кремлянам, 14 глава. Когда мы молимся, Дух Святой может через наши слова, нашу власть, принести царство с небес на землю. Мы тот канал, через который Бог работает. Когда мы молимся, то провозглашаем Его волю. Он движется через наши молитвы. Вы представитель Бога на земле. Царство Божие будет течь на земле, а вашей семье через ваши молитвы. Когда вы подчиняетесь Богу, вы получаете власть, чтобы провозглашать Божие благословения, и Его силу на земле. Мы хотим укрепиться в этом, рассмотрев некоторые места Писания, которые говорят о том, что сила Божия высвобождается через наши молитвы. Мы молимся Богу не для того, чтобы Он сделал что-то... На самом деле, Бог отвечает на наши молитвы через нас самих. Он течет через нас. Наши молитвы высвобождают силу Божию. Бог, Он на небе. Он также живет в нас, Духом Святым. Когда мы молимся, сила Духа Святого течет через нас в эти ситуации. Мы – канал, через который течет эта жизнь. Ну, а теперь давай рассмотрим некоторые места Писания, которые говорят об этом. Иоанна 7, 38. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И Иисус говорил это о Духе, который Его ученики должны были получить после того, как Он прославится. Мы молимся по воле Божьей, когда реки живой воды текут через нас, из нашего сердца, в ситуации тех людей, которых Бог положил нам на сердце. Не забывайте ходатайствовать. Именно в это мы и должны верить. Когда мы молимся, мы верим, что Божий Дух Святой, Божие Царство течет через наши молитвы. Оно выходит из нашего сердца и приходит в те ситуации. Я считаю, что мы должны визуализировать это. Когда мы молимся, то должны представлять, как реки живой воды текут к людям. У меня был шланг, через который вода лилась на растения. Они оживали, они начинали цвести. Когда мы обращаемся к Духу Святому, мы позволяем рекам живой воды вытекать из нас. Безусловно, у нас есть несколько свидетельств об этом. Да, филиппийцам 1.19. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Обратите внимание на то, что Дух Святой содействовал Павлу через молитвы филиппийцев. Они молились, и через их молитву Дух Святой обеспечивал Павла. Он говорит, что это послужит ему во спасение. Он был в тюрьме, но верил, что его освободят оттуда. Это должны были сделать их молитвы. Сегодня многие люди находятся в тюрьмах. Это может быть тюрьма психических мучений. Мы также видим сексуальное насилие, в котором женщины буквально становятся пленницами. И когда мы молимся за них, Божья сила высвобождается, и Дух Святой действует, освобождая их от того, что угнетает их. Далее мы прочитаем Иакова 5, 16. Я люблю этот стих. «Много может усилена молитва праведного». Очень много. Мы говорили об этом? Да. Чтобы быть эффективным в молитве, нужно знать, что ты праведен во Христе. Праведна ли я, потому что весь день вела себя хорошо? Я так не думаю. Нет. Наша праведность, как грязная одежда. Но у нас есть праведность Иисуса. Если ты приняла Иисуса, ты праведна. В правильном положении перед Богом. Это дает тебе право занять свое место, принять Царство Божие, принести его на землю через молитву. Мы делаем это через молитву. И тогда наша молитва может достичь многого. Мы также видим образ этого в жизни Ильи. Вот хороший пример. Да. Мне нравится этот стих, в котором сказано, «Илия был человеком, подобный нам». Иначе говоря, он не был суперсвятым. У него были великие моменты, но он также совершал ошибки. Но это не помешало ему быть праведным, потому что его праведность была по вере в Господа его. Да. Я люблю Библию, потому что она говорит правду о своих святых. Часто у нас, христиан, складывается впечатление, что некоторые люди, мегахристиане, просто идеальны. Нет. Все мы люди. Тем не менее, через нас течет сила Духа Святого. «Много может усиленная молитва праведного». «Илия был человеком, подобный нам, и опять помолился, и небо дало дождь». Это прообраз излияния Духа на землю, и земля произрастила плод свой, а ведь он был обычным человеком, проявлением. Это то, чего мы хотим. Мы хотим ответы на молитвы, хотим проявления. Обратите внимание на то, что на земле важно семя. Мы говорили о Слове Божьем. Бог работает через Своё Слово. Но Ему также нужен дождь с Духом. В сельском хозяйстве вам нужно семя и дождь с. Три с половиной года у них не было дождя. Никакое семя не могло вырасти. Часто мы нуждаемся в том, чтобы услышать Слово. Но если не будет дождя, мы не увидим проявления. Как нам получить дождь? Опять же, он сходит с небес на землю. Небо дало дождь, а земля дала плод. Дождь приходит с небес на землю, да будет царство Твоё на земле, как на небе. Через молитву Ильи дождь пришёл с небес на землю. Это был плод Его молитвы. Результат. Это образ для нас. Здесь сказано, что мы подобны Илье. Если мы праведны по вере, как Илья, то можем молиться, как Илья. И высвобождать через свою молитву дождь с Духа Святого на земле, в сухих местах. И тогда мы увидим тот плод, который хочет дать Бог. Это чудесный прообраз. Мы высвобождаем дождь Духа Святого через наши молитвы. Расширенный перевод весьма интересно говорит об этом. И сейчас я предлагаю тебе прочитать его. Да, это очень интересно. 16 стих. Искренняя, от всего сердца, продолжительная молитва праведного человека даёт доступ к невероятной силе и динамике. Она не сдаётся. Она продолжительна. Мы получаем доступ к невероятной силе. Я считаю, что это важно. Мы высвобождаем силу Божью в этой ситуации. Эта сила теперь доступна людям. Божие присутствие доступно людям, чтобы менять эти ситуации. Безусловно, люди должны ответить на призыв. Но у нас хотя бы есть такая возможность. Мы высвобождаем Божью силу. Апостол Павел также говорит о том, как работает молитва. В Ефесянам 3, 20 и 21. «Отому, кто действующий в нас силою». Я люблю это местописание. «Отому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чём помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века и до века». Интересно, что здесь говорится о том, что Бог может сделать это. Здесь говорится о том, что Бог отвечает на молитву. Он может сделать больше, чем мы просим или помышляем. Но обратите внимание на то, как Он делает это. Он делает это силою, которая действует в нас. Это говорит мне о том, что во время молитвы мы становимся каналом, через который высвобождается сила Духа Святого. Мы связываем небо и землю через себя в Духе Святом. Сила, которая работает в нас, производит славу Божию, проявление в конкретной ситуации. Бог желает сделать это. Но обратите внимание на то, что это превыше всего, о чём мы просим или помышляем. А вот почему важно просить и думать. Эта сила активируется благодаря всему этому. Она должна течь через нас. Если она будет течь, то она будет зависеть от того, насколько большой у нас канал. Я считаю, что это также связано с нашими мыслями. Насколько сильно мы верим в то, что Бог движется. Если мы не видим этого, нам трудно. Если мы молимся за исцеление, но в уме не ожидаем, что Бог будет исцелять, то наш канал очень маленький. Вот почему это связано с нашим мышлением. И видим ли мы, как Бог движется в этой ситуации? И также это связано с тем, что мы просим. Бог может сделать намного больше, чем то, о чём мы просим. Но на самом деле, Он делает всё на основании того, о чём мы просим или думаем, потому что мы — канал. Он делает это через свою силу, которая работает в нас. Но эта сила может течь, лишь когда мы просим и думаем. Мы играем важную роль. Наше мышление — это как термостат. Господь готов двигаться в силе. Но мы настраиваем эту силу через термостат нашего мышления и наших слов. Да, именно так. Мы должны понимать, что у нас есть власть в молитве. Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 16 главе, 19 стихе, об этом. Он говорит, «И дам тебе ключи царства». Он говорит о власти. Ключи — это средства для того, чтобы использовать эту власть. Если вы даёте кому-то ключи, а вы говорите, «Я даю тебе власть над этим». Кроме того, эти ключи — это средства для высвобождения власти. В буквальном переводе Янга сказано, «Я дам тебе ключи отправления царства небесного, и что свяжешь на земле, будет связано, будучи связано на небе. И что разрешишь на земле, будет разрешено, будучи разрешено на небе». Иными словами, мы имеем ключи или власть, чтобы связывать и разрешать, и высвобождать. Мы можем высвобождать Дух Божий, исцеление Божие, но мы также имеем власть, чтобы связывать Дух цмы. Мы можем запретить Ему действовать. У нас есть власть, есть ключи для этого. Мы должны научиться пользоваться своими ключами, своей властью. Иисус сказал в этом фрагменте, «И на этом камне я создам церковь мою». Слово «церковь» означает «правительственное собрание». Иными словами, нам доверена власть, врата ада не одолеют ее. То есть, нам дана власть над всей силой тьмы. Он говорит, «Я отдаю вам ключи от Царства Небесного, и то, что вы свяжете на земле, будет связано и на небе, а что разрешится на земле, будет разрешено на небе». Как я говорил, буквально сказано, что то, что мы свяжем на земле, будет связано, будучи уже связано на небе. А то, что вы разрешите на земле, будет разрешено, будучи уже разрешено на небе. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что это и есть небо на земле. Эта молитва очень наш. Мы должны приносить на землю то, что уже утверждено на небе. Иисус говорит здесь о том же. Он говорит о молитве. Хоть некоторые отрицают это. Он говорит о молитве. Все это связано с молитвой «Отче наш». Здесь же он говорит, что нам даны ключи власти для того, чтобы приносить Царство Божие на землю. Я верю, что этими ключами являются имя Иисуса, кровь Иисуса и Слово Божие. Когда мы провозглашаем эти ключи Царства, мы высвобождаем силу Царства и связываем силу врага. Сказано, что то, что связано на небе, некоторые вещи запрещены на небе. Именно поэтому Сатана был изгнан. Распри запрещены. Депрессия запрещена. Тревоги запрещены. Демоны запрещены. Болезни запрещены. Все это уже связано на небе. Но у нас есть власть, чтобы реализовать это на земле. То, что вы связываете, Бог свяжет, потому что это связывает Дух Святой. Все потому, что это уже связано на небе. Мы можем воплощать на земле лишь то, что уже воплощено на небе. Мы стоим между небом и землей, чтобы связывать на земле то, что уже связано на небе. Мы должны использовать свои ключи, свою власть. Мы должны связывать на земле то, что уже связано на небе. Бог поддержит нас. У нас также есть власть разрешать на земле то, что высвобождено на небе. Я говорю о таких вещах, как радость, исцеление и благословение. Жизнь и спасение. У нас есть власть, чтобы взять эти вещи и высвободить их на земле. У нас есть ключи царства. Мы стоим между небом и землей. Мы воплощаем на земле то, что уже сделано на небе. Мы высвобождаем силу исцеления для вас сейчас. Мы высвобождаем благословения Божие для вас сейчас во имя Иисуса. И мы высвобождаем все благословения для вас во имя Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok